приветствую дорогие подписчики продолжаем создание личного блога напоминаю что в предыдущем видео мы установили премиум шаблон wordpress и загрузили демо данные продолжим его настройку для этого заходим в админ панель сайта и на левой панели ищем пункт с управлением шаблоном как правило он называется team options либо содержит название шаблона заходим в этот раздел перед нами открывается отдельная панель управления слева под пункты управления и справа детализация настроек в данном видео я разберу основные настройки шаблона которых будет достаточно для запуска личного блога если вы хотите разбираться в теме глубже либо у вас возникнут сложности и вопросы в процессе настройки пишите свои вопросы в телеграм-канал по ссылке в описании итак начинаем по порядку первый пункт настроек это логотип заходим на сайт и видим что у нас логотип установлен из демо данных поэтому делаем удалить загрузить выбираем файл логотипа на своем компьютере логотип как правило в формате png с прозрачным фоном либо также может быть свг загружаем и сохраняем изменения также у вас должна быть открыта в соседней вкладке главной странице сайта чтобы оперативно просматривать изменения обновляем страницу пожалуйста видим что появился загруженный логотип отлично идем дальше здесь также есть пункты логотипе для темного режима соответственно темный режим это полностью черный сайт мы его посмотрим позже сейчас у нас нет кнопки которая включает этот режим и логично что в этом режиме буквы лучше будет сделать белыми чтобы был контраст чтобы логотип было видно дальше отдельный логотип для ретина дисплеев обычный режим и темный режим вы можете это загружать можете не загружать если вы не загрузите сюда версии логотипа отдельные у вас будет везде использоваться main logo вот и все идем дальше мобильный логотип видим что здесь у нас используется другой формат то есть вертикальный прямоугольник на на сайте мы можем посмотреть включить режим разработчика и видим что вот какой у нас логотип если хотите соответственно то же самое делайте значок или вырезаете своего логотипа значок и загружайте сюда если же вы хотите использовать точно такой же логотип в мобильной версии соответственно этот мы убираем и не загружаем с компьютера уже а из библиотеки загруженный основной логотип выбираем и включаем его пожалуйста вот у нас обновился логотип в мобильной версии продолжаем дальше здесь также есть стики лого то есть это логотип на стики хедере на закрепленном хедере вот вы когда прокручиваете у вас включен закрепленный хедер на нем можно настроить другой логотип либо из будет использоваться main logo как сейчас либо например вы хотите другой логотип с белыми буквами либо вообще значок просто какой-то показывать соответственно грузите это здесь остальные пункты по такому же принципу разберетесь то есть логотип в подвале вот он можно его включить можно его вообще не включать тогда у вас будет просто темный подвал с иконками и с пунктами меню тут все по желанию идем дальше теперь самые важные моменты по шаблону это ну во первых шапка у нас есть предустановленных 9 вариантов шапки и также можно использовать шаблон rabi rabi template все варианты вы можете посмотреть соответственно выбираете вариант сохранять изменения обновляете шапку подберете то что вам нравится по структуре по внешнему виду что такое rabi template это макет шапки которую вы можете редактировать в конструкторе элемента то есть вы можете более сложную шапку более кастомизированную сделать в конструкторе если хотите это сделать вам нужно пройти в раздел rabi templates добавить сюда шаблон template называете его и дальше редактируете конструируете в конструкторе элементов как работать с конструктором элементов будет отдельное видео следите за обновлениями в телеграм канале идем дальше шапка у нас состоит из топ бара соответственно вот он самом верху у него есть отдельный пункт настроек можно его выключить включить высота топ бара высота в пикселях фон и прочее прочее самостоятельно все это изучите дальше навигация соответственно здесь можно включить отдельные пункты управления например показывать соц иконки показывать корзину иконку поиска и так далее и тому подобное все что нужно здесь отмечаете идем дальше мобильная шапка смотрим выравнивание логотипа и т.д. и т.п. раздел в тренде или горячие новости молния там называйте как вам нравится идем дальше сайт бары что такое сайт бары это различные панели которые используются на сайте как правило на статических страницах то есть примеру мы заходим в отдельную новость и у нас в этой новости есть в каждой новости вот такой боковой сайт бар боковая панель на которой содержится какой-либо контент к примеру переходы между рубриками новостей последние три записи ссылки на социальные сети баннеры и так далее чтобы понять какой это баннер можно либо открыть страницу в конструкторе элементар и посмотреть какой выбран баннер либо открыть редактор записи пройти к свойствам и найти здесь информацию о сайт баре так нет никакой информации хорошо значит это задано скорее всего на глобальном уровне в разделе сингл пост тут должен быть раздел с сайт баром и там выбран определенный сайт бар вот сингл layout сайт бар до использовать дефолт сайт бар хорошо теперь чтобы этот сайт бар отредактировать вам нужно будет зайти внешний вид виджеты и вот он здесь располагаются виджеты на этом сайт баре вот идет баннер социальные сети и разделы с этим вы разберете сами заголовки поменяете на свой язык с настройками этими разберетесь методом тыка то есть применяете настройку смотрите что визуально поменялось и подстраиваете под себя сайт баров здесь много то есть один вот используется на странице новости 2 может использоваться в шапке либо в подвале 3 на главной странице в каком-то блоке может использоваться следующая важная секция подвал если то что из демо данных загрузилась не устраивает можно подобрать другой соответственно выбирайте структуру сколько колонок выбираете фон это может быть цвет просто заливка это может быть файл с компьютера стиль текста соц иконки и копирайт информация которая находится в самом низу соответственно прописывайте там свою информацию идем дальше дизайн модулей с этим разделом ознакомитесь самостоятельно точно также методом тыка можете здесь менять настройки и потом обновлять страницу смотреть что поменялось визуально вот здесь дизайны постов карточек постов дизайны вывода постов сетки все это можно максимально отредактировать от кастомизировать следующий пункт блок это внешний вид блога соответственно опять же делайте как вам нравится переходим к одному из самых главных разделов это перевод team translation здесь все основные фразы на английском которые есть в навигации в управлении там на кнопках и так далее вы их можете перевести слева фраза на английском справа вы пишите вариант на русском например вот страницы читать подробнее назад вперед автор публикации спонсор давайте что-нибудь переведем чтобы было наглядно переведем кнопку подробнее либо читать далее вот пожалуйста сразу изменилось соответственно переводите весь шаблон на свой язык дальше посмотрим что у нас есть производительность можно включить ленивую загрузку изображения отложенную загрузку отключить иконки в общем все что загружает ваш сайт оставляйте этот раздел по дефолту по оптимизации скорости у нас есть отдельное видео с плагином serafinit accelerator который выводит ваш сайт в зеленую зону на 95 плюс баллов дальше gdpr соглашение соответственно мы его включаем и пишем здесь что сайт использует cookies вы даете согласие на обработку персональных данных и так далее тексты можно посмотреть на популярных сайтах дальше amp-версия что это такое это accelerated mobile pages то есть оптимизированный контент для мобильных устройств чтобы его к этому сайту прикрепить чтобы он работал нужно поставить дополнительно плагин automatic amp ну тут по желанию если хотите проходите по ссылке устанавливаете либо в репозиторий проходите и устанавливаете этот плагин так настройка бэкапов и ресторов здесь вы можете загрузить восстановить версию смысла особого в этом нет бэкапы создаются у нас на хостинге так дальше раздел с членством здесь необходимо поставить тоже дополнительный плагин мы этого делать сейчас разбирать не будем далее seo настройки можно оставлять по дефолту потому что seo оптимизацию отдельную мы будем делать через плагин all-in-one seo pack yoast seo rank mat seo и так далее этого встроенного плагина явно недостаточно по функционалу теперь дальше вот вы через эту панель управления отредактируете полностью визуал сайта внешний вид карточек кнопок и так далее что нужно сделать дальше нужно поменять структуру сайта под себя сейчас здесь все по-английски старые демо категории записей это нужно сделать под себя соответственно вы заходите в раздел записи метки вычищайте все эти старые демо метки они нам не нужны они во первых на английском языке во вторых мы пользоваться ими в любом случае не будем то есть весь лишний демо контент надо удалить это касается изображений касается текстов разделов категории прочего дальше идем в рубрики это рубрики новостей статей то есть на сайте они у нас вот здесь в меню самый простой метод это изменить их то есть не удалять а нажимаете изменить пишите свое например приложение меняете ярлык ярлык это путь к категории то есть вот я захожу категорию application и вот он путь ссылка она должна быть на английском языке самый правильный вариант это сделать дословный перевод русского названия вот делаете сохраняете точно таким же образом переводите все остальные категории мы уже видим что в данном разделе к примеру название категории поменялись автоматически в шапке они не меняются автоматически в данном шаблоне поэтому придется делать это вручную для этого мы заходим в раздел внешний вид меню выбираем нужное меню сейчас у нас по умолчанию включилась меню подвала вот она здесь мы сначала редактируем главное меню включаем main меню вот она открываем нужную рубрику и переименовываем это первый вариант второй вариант открываем на левой панели рубрики находим нужные рубрики добавленные и добавляем их в меню они нужны либо старые пункты удаляем дальше вот эти добавленные дрэгон дропом тащим в нужное место не забываем про регистр визуально у нас будет если оставим за главной у нас будет то же самое в меню здесь по стилю нужно все за главными прописать вот эти пункты типа главная страница тоже переводим сразу она ведет на главную это можно проверить вот здесь original так мега меню и прочим все это лишнее вы удаляете магазин тоже у нас не используется мы это удаляем и сохраняем теперь смотрим изменения пожалуйста далее идем в раздел записи у нас 25 демо записей если сейчас их сразу все удалить то соответственно собьется структуру сайта и вам будет тяжело работать с визуалом поэтому предлагаю пока оставить начать добавлять новые начинайте добавлять новые записи а старые позже удалите вы их можете удалить либо если они вам нужны к примеру чтобы посмотреть как как оформляются эти записи да вы можете перевести их статус черновика нажимаете свойства и вот здесь вот статус черновик это делается для того чтобы запись стала на сайте недоступна для просмотра плюс чтобы ее не индексировал поисковик смотрим дальше если вы хотите поменять структуру главной страницы к примеру вы открываете ее в конструкторе элементар главная страница у нас состоит из семи секций вы можете эти секции смотреть в навигаторе переключаться между ними можете закрыть навигатор и переключаться через ярлыки то есть вот у нас секция вторая секция на этой секции расположу располагаются элементы то есть вот элемент к примеру контент контент лист список записей у него есть свои свойства определенные вот они на левой панели меня интересует сейчас перевод то есть pop your news соответственно переводите под себя прописывайте ссылки где это необходимо настраивайте погенацию то есть например назад вперед навигация по постам можно загрузить больше и бесконечная прокрутка тут кому как нравится также можно настроить стиле то есть шрифты например размеры шрифтов вот открываете по стайту и вы можете здесь прописать типографику дальше смотрите вот у нас есть пункт здесь который вы не сможете редактировать и это может кого-то ввести в заблуждение вот нажимаете на карандаш это сайт бар то есть сюда на главную страницу вынесен сайт бар sb1 вот он отображается соответственно вы его редактировать будете не в конструкторе элемента на главной странице а будете его редактировать в разделе виджеты сайт бары sb1 вот знали мы это вот отсюда то есть нажали карандашик на этом блоке и тут показывает сайт бар sb1 так смотрим дальше естественно все вот эти демо баннеры с рекламой шаблона мы удаляем либо полностью удаляем да либо скрываем например можно эту секцию в разделе расширенные настройки скрыть вот так вот скрываете на всех устройствах и потом когда необходимо вы ее вернете обратно проще сразу удалить я думаю что с добавлением баннера у вас сложности не возникнет таким образом редактируем структуру главной страницы так как вам нужно меняем структуру расположение блоков убираем блоки если хотите добавить какие то еще блоки тогда нажимаете вот эти 9 квадратов значок и выбираете из доступных элементов перетаскиваете их перетаскиваете их на сайт так дрэган дропом перетащили в нужное место и добавляете туда элемент более подробно обучение работе с конструктором элемента смотрите в отдельных роликах на моем канале итак друзья когда вы полностью создали необходимую структуру добавили записи нужно сделать еще пару вещей это во первых зайти в раздел настройки чтения и открыть сайт для индексации то есть снимаете вот эту галочку которая была включена открываете для индексации сохраняете то есть чтобы поисковики увидели наш сайт начали его индексировать и размещать эту информацию в поиске то есть присваивать выдачу постам и второй момент нам с вами нужно включить ssl сертификат потому что у нас сейчас статус вот такой не защищено это не комильфо то есть сайт должен работать по протоколу https на него не должен ругаться браузер это понижает трафик это является фактором ранжирования то есть снижает ваши показатели в выдаче для этого заходим к себе на хостинг открываем раздел домены ssl сертификаты нажимаем заказать сертификат выбираем бесплатный let's encrypt на три месяца этого достаточно для блога выбираем нужный домен на который он будет устанавливаться эту галку снимаем нажимаем я согласен следующий момент заходим в раздел сайты переходим к списку и у нужного сайта нажимаем свойства использовать безопасное соединение https сохранить этих действий достаточно сертификат выпустится в течение нескольких часов и будет установлен на сайте если долго у вас здесь ничего не меняется то нужно проделать еще одно действие зайти в раздел настройки общие так вот видите меня уже выкинул из админки это говорит о том что wordpress поменял протокол да вот показывает что соединение защищено соответственно сертификат уже выпущен и установлен давайте проверим заходим на главную страницу пожалуйста предупреждение пропало и появилось сообщение с замком подключение защищено отлично итак друзья проделанных действий достаточно для запуска личного блога если у вас возникли какие-то сложности дополнительные вопросы либо вы хотите глубже разбираться в теме подписывайтесь на мой телеграм-канал пишите свои вопросы в комментариях будем их разбирать в следующем видео разберем SEO оптимизацию личного блога и работу со статистикой до новых встреч в следующем видео